Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Ядвига. Я студентка третьего курса юридического факультета Казанского федерального университета. Вы смотрите подкаст «Альма Матер», и сегодняшний наш выпуск приурочен к 170-летию юридической клиники Казанского федерального университета. Наш сегодняшний гость — Селецкая Стелла Борисовна, заслуженный юрист Республики Татарстан, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского энергетического права. Здравствуйте! 170 лет — это большая дата. Пожалуйста, расскажите нам об истории основания юридической клиники. Юридический факультет гордится тем, что именно в стенах Казанского университета была создана первая юридическая клиника в России. Основателем юридической клиники является мэйр Дмитрий Иванович, который преподавал в стенах Казанского университета. Своей книге, которая получила большую известность о роли практики в современном юридическом образовании, он впервые обосновал необходимость, что в процессе обучения студенты должны постигать не только теоретические основы, но и практику. И обосновал, что юридическое консультирование — это неотъемлемая часть юридического образования. И правильнее будет такой вид образовательной деятельности назвать юридической клиникой. Юристы, как и врачи, они не могут далеко отходить от практики. А практическое обучение врачи, а также и юристы, именно постигают в клинике. Поэтому и пошло с тех пор название юридической клиники. Эта книга была написана, издана в 1855 году. И вот мы сейчас находимся в преддверии 170-летия, как этот вид образовательной деятельности у студентов-юристов стал называться юридической клиникой. На сегодняшний день, простыми словами, что такое юридическая клиника для тех, кто далек от юриспруденции? Простыми словами, юридическая клиника основана на оказании бесплатной юридической помощи населению, которое в силу каких-то социальных причин они не могут обратиться к адвокатам за оказание возмездных услуг. И поэтому они обращаются к нам. Сама юридическая клиника сегодня действует по тому же принципу, как когда-то Дмитрий Иванович ее и создал. То есть консультирование ведут наши студенты под контролем преподавателей. Консультирование происходит студент, вернее, население, клиентов, как мы их называем, которые приходят со своими проблемами. Любой ли человек может обратиться к вам? Например, не гражданин Российской Федерации, может ли иностранец прийти к вам к каким-то вопросам? Вы знаете, у нас такие случаи были, когда к нам приходили не только граждане Российской Федерации, но и иностранные граждане. Особенно, в первую очередь, это касается наших студентов-иностранцев. Хотела бы узнать, а какая у вас роль в юридической клинике Казанского федерального университета? Вы знаете, очень достаточно непростая роль, потому что я являюсь директором центра, в структуру которого входит и юридическая клиника. Я, во-первых, осуществляю координацию деятельности юридической клиники. Ну и так же, как и наши кураторы, которые непосредственно осуществляют консультирование вместе со студентами населения, я принимаю участие и в консультировании. Да, вот хотелось бы, раз уж вы затронули эту тему, спросить, какова структура юридической клиники? Сколько в ней преподавателей? Сколько студентов? Меняется ли это число? Вы знаете, юридическая клиника, она, в общем-то, видоизменяется, развивается. Мы методом проб и ошибок пытаемся что-то улучшить. На сегодняшний день, если смотреть, как эта юридическая клиника выглядит, у нас есть три направления в развитии юридической клиники. Первое направление это образовательное направление, и мы юридическую клинику включили в учебный план как дисциплину. И студент познает азы консультирования, как правильно нужно себя вести с клиентом, как правильно нужно задавать вопросы, как выяснять суть вопроса, ну и так далее. А потом уже чуть постарше, то есть на третьем курсе, у нас уже как бы расширяются возможности привлечения студента в юридическую клинику. Он может и в качестве практики посещать юридическую клинику и осуществлять консультирование. Это как бы наше второе направление в развитии юридической клиники. Ну а третье направление, мы его так называем, как бы волонтерское, потому что здесь уже старший курс, четвертый курс, он уже на выходе идет, и они уже имеют свой определенный опыт, и мы их привлекаем не только к консультированию, но и если вдруг какие-то возникают более сложные вопросы в деятельности юридической клиники, то мы, конечно же, опираемся на этот наш основной костяк уже с опытом. А что касается преподавателей, то на разных этапах вот этот преподавательский, так называемый состав, он у нас менялся. Ну, наверное, главное требование, которое мы выдвигаем при определении, кто же будет заниматься и руководить юридической клиникой, то здесь мы считаем, что это должен быть не простой преподаватель, а именно практик, который знает все нюансы практической деятельности юриста. Это не только наши преподаватели, но и внешние приглашенные. Это адвокаты, действующие юристы, которые могут также дать свой, внести свой замечательный вклад в деятельность юридической клиники. Стелла Борисовна, расскажите, пожалуйста, как вы попали в юридическую клинику? Может, это случилось в ваши студенческие годы, может, уже в годы, когда вы преподавать начали? Вы знаете, наверное, я параллельно всегда шла в своем развитии, параллельно с развитием юридической клиники. Так случилось, что на факультете я несколько лет, очень долго даже, это не несколько, это лет, наверное, лет 15, занималась организацией практики студентов. А поскольку летний период, он всегда был связан с тем, что у нас некоторые студенты уходили на практику и в юридическую клинику, и наше курирование всегда происходило на базе этой юридической клиники, всей практики, и мы были свидетелями тому, как наши ребята работали в юрклинике. Но в последующем, когда по инициативе Эльдара Абдухаковича Тарханова был создан, и при поддержке Лили Талгатны Бакулины, был создан центр практик, то мы стали рассматривать структуру этого центра, и вот поняли вот эту тесную взаимосвязь центра практик и юридической клиники. Иногда спрашивают, а при чем здесь центр практик, связанный с организацией практики, ее проведения трудоустройством студентов, и юридическая клиника? Какая между этим связь? Ну, вы знаете, я даже далеко не буду вдаваться в подробности, я просто отвечу, опять-таки, словами Дмитрия Ивановича Мэра, который всегда говорил, что юридическая клиника это часть юридической практики, поэтому они взаимосвязаны. Согласна с вами, какой юрист, который не практикуется? Ну, конечно. Да, самая важная, на мой взгляд, юриспруденция. Скажите, пожалуйста, а можете ли вы выделить какие-то качества у студентов, которые к вам приходят в юридическую клинику, по которым вы сразу видите, вот это будет отличный юрист, будет отличный прокурор, следователь, возможно? Можете ли вы предугадать это? Ну, на самом деле, наверное, очень даже сложно, потому что студент не всегда сразу раскрывается. К каждому студенту должен быть свой подход. Кто-то сразу идет, и видно его, его возможности, его способности, его задел на будущее. Кто-то раскрывается постепенно. Но вот ребята, которые работают у нас, как мы их называем, с любовью клиницисты, у них, у всех есть очень хороший задел на будущее. Во-первых, это главное, наверное, они получают азы, как правильно работать с клиентом. Тут любые нюансы очень важны. Как ты одет, как ты разговариваешь, как ты даже руки положил на стол, то есть ты открыт, либо ты закрыт для того клиента, который к тебе пришел. Вот этим вот нюансом мы учим наших студентов, клиницистов. И они, когда приходят на практику, они уже имеют определенный опыт работы, и их сразу выделяют среди остальных студентов. Стелла Борисовна, правильно ли я понимаю, то, что быть юристом, это не только знать юриспруденцию, но также и быть психологом. То есть, когда ты работаешь с человеком, ты должен расположить его к себе, иметь какие-то психологические навыки. Конечно. Это обязательно, это непременно, потому что вот бывали такие даже ситуации, когда мы с ребятами, то есть под моим контролем наши клиницисты, они принимают наших клиентов, и если это, например, касается семейных споров, либо по наследственным делам, то мы наших клиницистов учим стойкости, ибо они должны сначала выслушать, какой тот или другой родственник имеет какие негативные качества, сколько он причинил зла тому или другому. И только потом вот мы этому и учим наших ребят выуживать из наболевшего, с которым приходит к нам гражданин, ту правовую суть, которую необходимо и требуется разрешить. Суть вопроса. Очень интересно. Это очень... Это не сразу дается, скажем так. Сложный навык очень. Да. Правильно ли я понимаю, то, что вы еще закладываете основы медиации в работе с клиентами, которые приходят в юрклинику? Конечно. А как по-другому в нашей современной жизни? Самое простое, это прийти с иском в суд, защищая свои права. Но не каждый до этого может дойти. И, наверное, многие при консультировании наших граждан, клиентов, тут, наверное, даже мы приходим к выводу о том, что возможно этот спор решить в досудебном порядке. И это даже будет проще. Но, к сожалению, не каждый наш клиент идет на это. Есть клиенты, которые настроены именно идти до конца, а в их понимании идти до конца, это с иском обратиться в суд и добиться своей правды. Даже если можно решить дело в досудебном порядке? Да, и наши ребята, изучив материалы дела, которые они имеют на руках, они пытаются показать, что, а быть может, не надо идти в суд, а может быть, это как-то можно в виде мирового соглашения разрешить тот или иной конфликт. Когда-то удается, когда-то нет. Сталла Борисовна, по вам очень видно, что вы любите помогать людям, что вам это в удовольствие. Я очень рада, что у нас есть такие люди в нашем факультете, в нашем университете. У меня такой вопрос. А встречались ли вам студенты, которые не были так доброжелательны к другим, могли нагрубить, нахамить людям, которые приходят с каким-то вопросом, со своей проблемой, они, получается, можно сказать, обнажают душу, а встречаются с негативом. Что вы в этом случае делали? Вы знаете, разные есть студенты, конечно, но вы должны понимать этот механизм юридического консультирования, который у нас проходит. Ведь это же не просто студенты сидят с нашими клиентами, задают им вопросы, выявляя суть и характер спора, с которым обратились наши клиенты. Да, это происходит так, но всегда взади, как бы вот на заднем плане находимся мы, так называемые кураторы, без которых консультирование не проходит. И в первую очередь мы следим за тем, чтобы студент правильно задавал вопрос, корректно себя ввел с клиентом. Ну, и если видим, что что-то пошло не так, либо какую-то вольность студент себе допускает, мы сразу же включаемся в процесс, пытаясь загладить вот эти вот моменты. А потом уже, когда остаешься один на один со студентом, тогда мы уже проводим. И, во-первых, происходит разбор полетов, консультирование, ну, и мы четко определяем, что правильно, что неправильно было, и как это нужно. С какими вопросами и запросами чаще всего приходят в юридическую клинику? Это в первую очередь связаны, вопросы связаны с семейными правоотношениями, с наследственными правоотношениями. Достаточно часто возникают вопросы, вернее, к нам обращаются граждане с вопросами, связанными с разделом имущества, с разделом земли, вот, недвижимости. Вот это основная часть вопросов. Также у нас бывают и обращаются к нам с вопросами по трудовому законодательству. у нас есть тематические консультирования. Ну, мы просто оповещаем, что такого-то числа консультирование будет посвящено на тему защиты прав потребителей. Мы тогда приглашаем представителей из Роспотребнадзора, и они также по возможности принимают участие. А чем отличается практика в юрклинике и частной организации юридической? На ваш взгляд, что лучше, куда лучше пойти студенту, какие есть отличия, преимущества, может, недостатки? Если вы спрашиваете о моем взгляде, то я считаю, нужно попробовать все. Вот что нам дает образовательный процесс в стенах Казанского университета, то мы должны и попробовать. Потому что только так может быть развиваться студент как личность в профессиональном плане. И вот это начальные этапы развития, посещения юридической клиники дает, во-первых, определенный задел. То, что наш студент, он может уже идти в большую жизнь. А потом я смотрю на наших ребят, клиницистов, и с одной стороны мне жалко, когда они уходят из клиники, а с другой стороны я их понимаю, когда мне вот, когда я, вернее, в этом году зазываю на будущий год в клинику ребят, я говорю, приходите, приходите, а они ко мне один из них подходят и говорят, мы так благодарны юридической клинике, но мы хотим себя попробовать в другом, в каком-то, в другой сфере, на практике. Я понимаю, что они правы. Но с другой стороны мне всегда жалко наших клиницистов. А часто ли сами студенты или, возможно, преподаватели приходят? Потому что, насколько мне известно, у нас же есть преподаватели узкоспециализированные, например, по уголовному праву, но у них там случилось что-то, и они хотят узнать, что-то о наследстве, возможно, семейные какие-то аспекты. Вы знаете, мы наоборот наших узкопрофессиональных преподавателей приглашаем уже на третьем курсе, когда у нас юридическая клиника, для того, чтобы они общались с нашими ребятами-клиницистами и их углубили в познание особенностей, специфики рассмотрения той или иной категории дел. Это земельные отношения, это наследственные отношения, трудовые отношения, да. У нас была такая практика, когда наши преподаватели, мы им давали возможность приходить на юридическую клинику и лекции читать нашим ребятам по отдельным видам дел, по отдельным видам споров. Мы приглашаем узких специалистов, преподавателей уже непосредственно в саму клинику, а не на занятии. И там у них происходит общение. А так, чтобы наши преподаватели к нам обращались, в юридическую клинику, я не помню. А сотрудники, да? Сотрудники, да. Сотрудники, да. Студенты, да. Вот это я могу сказать. А какая сфера услуг предоставляется юридической клинике? То есть это просто консультирование или там могут помочь написать? Нет, различные, различные. Это и консультирование, это и составление юридических документов. Иногда нас просят написать исковое заявление, либо жалобу в государственные органы, то есть различные. И возможно ли такое, что сотрудник юрклиники может представлять интересы в суде или это уже не входит в сферу услуг? Наша клиника основана на бесплатном оказании юридической помощи. Соответственно, наши услуги, они безвозмездные. За пределами образовательного процесса может быть и да, но я с этим не сталкивалась. Стэлла Борисовна, а бывали ли случаи, когда вы отказывали в помощи? Ну, вы знаете, это случаи крайне редки. Консультирование мы проводим по гражданским, семейным, наследственным спорам и вопросам. Также это могут быть и административные какие-то вопросы возникают, которые возникают у граждан. А вот если к нам обращаются за консультированием по уголовным правонарушениям, то вот здесь мы, конечно, вынуждены им отказать. Потому что наши клиенты ждут от нас какой-то конкретной помощи, связанной с возбуждением, например, уголовного дела. Но наши студенты здесь не могут им помочь. им нужно уже обращаться в соответствующие органы. А какая эффективность услуг, предоставляемых в юрклинике? Сколько людей от вас уходят довольными, удовлетворенными с решенной проблемой? Ну, сколько людей от нас уходит довольными, я вам честно скажу. У нас есть, как мы их называем, свои клиенты. Вот эти вот свои клиенты, им это просто, у них есть какая-то потребность прийти к нам. и они к нам ходят годами. Возвращаются, да, много раз? Я не преувеличиваю. У нас даже есть бабушки, которым не хватает вот этого общения, того внимания, которое наши студенты им в клинике уделяют. И у нас была даже такая клиентка, она говорит, соседка моя отказалась прийти, но я этот вопрос взяла, ее документы сняла и к вам пришла. То есть даже вот такого есть характера. Ну, а если быть серьезным, то у нас есть благодарности в адрес наших ребят, клиницистов. Мы ведь не только на базе Казанского университета оказываем юридическую помощь, мы ведь и выездные делаем консультации, особенно это мы, скажем так, тесно общаемся со многими благотворительными фондами, оказываем консультацию выездные, это вот в виде выездных консультаций, оказываем консультации родителям детей инвалидов, детей с ограниченными возможностями. Вот, иногда они к нам приходят, но вот в этом году у нас были выездные такого рода консультации. Каждого клиента, который к нам приходит, мы предупреждаем, что в первую очередь юридическая клиника это часть образовательного процесса. и они это прекрасно понимают. И клиенты вообще с этим в этом плане очень понимающие к нам приходят. И они не возражают и не против, когда на первом этапе наши ребята выясняют суть спора, изучают документы, и только через неделю они повторно, клиент к нам приходят получить ответ на свой вопрос. Потому что ребятам нужно подготовиться, изучить практику, они свои ответы подготавливают и отдают кураторам на проверку, и мы уже готовим квалифицированный ответ на запрос. Раз уж люди возвращаются, мне кажется, многие довольны. А те, кто... Надеюсь. Ну, место там, где тебе нехорошо, наверное, ты не будешь возвращаться. Наверное, конечно. А те, кто недоволен, есть же еще аспект того, что немногие понимают юриспруденцию в целом. То, что не все зависит от юриста, и бывают просто дела, у которых исход только один. Полностью с вами согласна. Буквально в этом году, наверное, каждую неделю ходил один и тот же клиент, дедушку уже такой престарелого возраста. У него, в общем-то, вопрос даже вне юриспруденции был. И вот он с каждым вопросом обращался к нам за помощью. И наши ребята спокойно, не торопясь, запасом терпения, а иногда это действительно терпение никакого не бывает, бывают такие клиенты, они объясняют, что является в правовой сфере какой вопрос, а какой выходит за рамки права. И они вынуждены ему отказать. Этот дедушка, он не обижался на этот вопрос, и он на следующую неделю приходил с новым запросом. Да. А какая нагрузка у вас в юридической клинике, хватает ли вам времени на всех клиентов, или их слишком много? Столь широкой рекламой, как в других вузах, юридические клиники, мы не занимаемся. Мы себя так не рекламируем. Наверное, это связано с тем, что наша юридическая клиника, а иначе мы просто пока не можем это себе позволить, наша юридическая клиника принимает не каждый день с утра до вечера, а по расписанию. С учетом расписания занятий клиницистов, с учетом занятости кураторов, которые курируют клиницистов, и вот по этой самой причине мы боимся бросить клич, мы ждем всех. Однако, честно говорю, хорошей рекламой является то сарафанное радио, коим являются наши бывшие клиенты. бывали случаи, когда к нам приходили и не только социально незащищенные слои населения, но и индивидуальные предприниматели, которые как-то неудачно у них развивался бизнес со своими вопросами, вот, либо представители некоммерческих организаций. И наши ребята им также оказывали помощь. то есть мы пытаемся всем уделить внимание, если они приходят с вопросами именно в рамках права. А чего ждет юридическая клиника и на что она надеется? Надеется на свое развитие, совершенствование работы, привлечение новых преподавателей, практиков, которые бы с желанием и огоньком работали в нашей юридической клинике. Поэтому хотелось бы, чтобы к нам в клинику пришли практики, которые бы с большим энтузиазмом, интересом взялись за дело, научили бы наших ребят тому, чем они сами владеют своими профессиональными навыками. Ну и также заинтересовать наших ребят в том, чтобы они считали за гордостью, во-первых, своей, что они работают и обучаются в юридической клинике. И понимали, что юридическая клиника это определенного рода школа жизни. Хочу выразить огромную благодарность как студент юридического факультета тому, что у нас есть такая возможность, потому что немногие, даже частные организации, хотя даже бесплатно брать еще молодого юриста, который на стадии обучения, учить ему всему, это очень энергозатратно, а есть это такая возможность хорошая. И от лица, наверное, простых граждан, которые имеют такую возможность прийти и получить бесплатную юридическую помощь. Но уже на уровне более высоком идет речь о том, чтобы работу клинициста приравнять к профессиональному стажу юриста. Вот мы недавно были на конференции, посвященной развитию юридических клиник в Москве, и вот там как раз этот вопрос очень широко обсуждался. Я, ну, со своей стороны, мы поддерживаем такое предложение и надеемся, что в будущем оно будет реализовано. Я тоже надеюсь, что это получится утвердить, потому что то, чем занимается юридическая клиника, это очень важно для таких начинающих студентов, юристов, как я. Это огромный вклад. Спасибо вам еще раз большое. До новых добрые слова и, в свою очередь, поскольку вы являетесь нашим студентом юридического факультета, я приглашаю вас в нашу юридическую клинику поработать. Мы будем очень рады вас видеть среди клиницистов. С удовольствием. Я в этом выпуске сама очень много узнала о юридической клинике, хоть третий год учусь, но такие аспекты я сама не знала. Это очень интересно, удивительно просто. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова